21 февраля в России отмечается День фельдшера. Это незаменимые специалисты, которые ежедневно помогают людям. Обладая обширными знаниями в самых различных областях медицины, они несут свою службу в поликлиниках, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктах, кабинетах неотложной помощи и, конечно, автомобилях скорой помощи. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Наталья Мальцева – образец профессионализма, ответственности и чуткости. В профессии более 30 лет. Сначала работала фельдшером на скорой, затем по программе «Земский фельдшер» пришла работать в фельдшерско-акушерский пункт в деревне Колталово. У них не было 8 лет вообще фельдшерско-акушерского пункта не работал. Приходилось им ездить в Суховерково, это 8 километров от Колталово. У кого есть транспорт, это не проблема. В основном пожилые люди транспорта не имеют. Автобус добираться проблематично. То есть проблематично было добраться. Наталья Борисовна заведует небольшим помещением, где есть всё необходимое для приёма и оказания медицинской помощи. Регистратура, где хранятся карточки пациентов, амбулатория для приёма, комфортный кабинет для ожидания, необходимое оборудование, включая укладки для оказания медпомощи, дефибриллятор и электрокардиограф, а также небольшие служебные помещения. И весь функционал Наталья выполняет в одиночку, стойко преодолевая трудности. С 8 до 12 часов приходят разновозрастные пациенты за терапевтической помощью, за педиатрической помощью. Хожу на дом по тем гражданам, которые вызывают на дом, нуждаются по здоровью, нужно прийти. Детки, к деткам также выхожу, к пенсионерам, инвалидам, те, которые не могут передвигаться самостоятельно. Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Колталово установлен в 2022 году благодаря национальному проекту по программе модернизации первичного звена в сфере здравоохранения. За квалифицированной помощью сюда приезжают даже соседних населенных пунктов. Подобные объекты являются важнейшим элементом сельской инфраструктуры и просто необходимой для возрождения этих территорий. Субтитры создавал DimaTorzok